Семидесятилетию Великой Победы посвящается Великая Отечественная Война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась Наша Война Доброе утро! В эфире программа «Наша Война» и сегодня мы обсуждаем тему начала освобождения Псковского края Да, ну потому что на дворе апреля и скоро День Победы Ну, а помогают нам вспоминать о событиях той поры наши гости, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Сафронова Добрый день И кандидат исторических наук профессор Анатолий Филимонов Добрый день Как мы помним, с захватом 22 августа 1941 года Кунии немцы оккупировали всю территорию нынешней Псковской области Однако именно с этого населенного пункта началось и освобождение нашей земли Всего спустя полгода после начала оккупации Давайте вспомним, какая обстановка складывалась на фронтах в январе 1942 года Дело в том, что в декабре 1941 года советские войска перешли в наступление под Москвой И одержали первую крупную победу в истории Великой Отечественной войны Вот, а вот эта московская битва переросла в общее зимнее наступление Красной армии, которая развернулась на широком фронте Вот, вот где-то от Старой Руссы до Донбасса И вот с этого момента началось и освобождение нынешней территории Псковской области Ну, а были ли готовы немецкие войска к наступлению Красной армии? Ну, вообще-то здесь особо-то не надеялись на наступление, по большому счету Потому что немецкое командование рассчитывало, что основные действия на тот момент времени Вот на начало 1942 года предполагалось все-таки вести южнее Это группа армий Центр и группа армий Юг Поскольку там еще не все проблемы были решены Вот, и основной, конечно, упор был направлен туда Ну, а что известно о жизни в Куни и у Святых во время оккупации? Ну, начнем с того, что у Святых и Куни, да, сейчас районные центры Тогда действительно небольшие поселки, но, в общем... Они еще часто не очень большие Они часто не очень большие, но так сложилась их история, что, ну, фактически вот весь этот южный угол, у южный куст Куни у Святых, Великие Луки, Новосокольники, Невель, они оказались вообще в течение, ну, практически двух с половиной лет на территории, на которой шли военные действия, либо вблизи военные действия То есть это прифронтовая зона И говорить о том, что жизнь была там довольно спокойной, естественно, по определению невозможно Это хоть и короткая, вроде как, если берем статистику, ну, что такое полгода оккупация, по сравнению с тремя годами Пскова, да, оккупация Но, тем не менее, за это время практически все эти районы были выжжены Все деревни были выжжены, а население выселялось из прифронтовой зоны, потому что оно фактически мешало вести военные действия немецким частям Вот, там и был, например, в районе Куньи организованный лагерь для советских военнопленных Долина Смерти Да, Долина Смерти Вот, он был хоть небольшим, ну, потому что и времени-то существования его было немного Вот, но, тем не менее, тоже это вот такая черная страница Семь человек в Усвятском районе сожжены живыми немцами, а один закопан в землю живым Так это не странно, это нормальная, в кавычках нормальная, для нас ненормальная, а для солдат вермутта это нормальная политика на оккупированной территории Таких примеров можно множество В каждом районе таких можно привести, причем страшных, таких даже, которые не знаешь вообще, как это даже сказать, не то что представить Насколько активны были партизаны в этой местности и вообще, каков их вклад в освобождение Куньи и Усвят? Дело в том, что здесь такого мощного партизанского движения, в общем-то, не было, оно не успело просто развернуться Тем более, что в южных районах нынешней Псковской области, тогда Калининской области, оно ведь активное действие партизан чуть позже начались по сравнению с Ленинградом Вот, оно ограничивалось только отдельными отрядами пока что Ну вот в Куни помнят про отряд Кузнецова Ну да, Кунинский отряд, в принципе, он первым освободил Кунью Партизан Да, партизан Еще нужно сказать, что там, наверное, по определению очень трудно было разворачивать партизанские действия Потому что это был район, наводненный, напичканный, нашпигованный войсками немецкими, войсками противника Первым, 23 января 1942 года, был освобожден поселок Кунья А через неделю Усвяты и часть соседних районов Насколько ожесточенными были бои? Ну, говорить о том, насколько ожесточенными, нужно исходить из того, насколько нужны были Насколько нужны были эти населенные пункты немцам Действительно, немецкое командование понимало, что вот этот клин, который начинала вбивать Торопецко-Холмская операция Которая была продолжена Великолугской операцией, Невельской фактически, о них мы будем говорить То вот этот клин, он был не нужен Поскольку нарушалась связь между двумя этими группировками А очень часто, по мере надобности, эти группировки обменивались подразделениями, воинскими частями Там, где нужнее было, они свободно перебрасывались И фактически, дорога Витебская, она, ну, в какой-то мере, еще служила ракадной дорогой Вот, и из одной группировки в другую совершенно спокойно перебрасывались И, перерезав эту дорогу, лишили связи эти две группировки Ну, и более того, левый фланг группы армий «Центр» оказался под угрозой окружения и разгрома Вот, и поэтому бои за Кунью и Святы были ожесточенными Плюс ко всему, крупный центр «Великие Луки» А у Куньи прикрывало как раз путь к Великим Луку Ну, кстати, вот в Куньи у Святых там гренадеры были немецкие, гренадерский полк Ну, и здание было переброшено Вообще, два дня там курсанты военных училищ бились Это была, ну, вот Кунья То есть, юные, да, выпускники наших училищ Да Их бросили вот Знаете, если посмотреть вообще там, вот на списке безвозвратных потерь Тех, кто погиб Там 22-й, 23-й, 21-й год рождения То есть, молодежь в большей степени И здесь действительно были курсантские бригады отдельные, 31-е и 21-е Они сражались Чуть тяжесть войны ведь молодежь, по сути дела, вынесла на своих плечах Ну, а насколько было правдно посылать курсантов в бой? Ну, курсанты, это будущие офицеры, да? Они эффективно себя проявили там просто? Ну, в принципе, да Под Куньей два дня вот эти гренадеров-то держали Потому что немецкая команда пыталась вернуть Кунь Ну, что ж, и под Москвой они сражались Да Вот взять, например, подольского пехотного училища курсанта Они очень себе проявили Погибло, конечно, очень много Погибло много Погибло много Ну, и каковы были итоги зимнего наступления? Да, где теперь шла линия фронта? Не только Кунинские и Усвятские районы были освобождены Были освобождены части Локнянского, Новосокольнического районов Часть Великолугского Вот, почти большая часть даже Пустошкинского Так что вот линия фронта вплотную приближилась теперь к Великим Лукам Наши войска где-то в 30-35 километрах от Великих Лук находились в это время Мы рассказали о том, как были освобождены поселки Куния и Усвяты Ну, а далее перед нашими войсками стояла задача взять Великие Луки Однако активные наступательные действия были предприняты только через год После взятия Куния и Усвят С чем связана такая вот остановка? Дело-то в том, что в это время ведь основные сражения Великой Отечественной войны Развернулись на других участках Это под Сталинградом, на Северном Кавказе, под Воронежем И от этого зависела судьба всей войны Поэтому на других участках шли такие вспомогательные только бои Чтобы сковать силы противника здесь, не дать возможности перебросить на другие главные участки Поэтому не случайно вот под Великими Луками бои там несколько месяцев, почти год шли В ноябре 1942 года началось окружение оккупированного города Великие Луки войсками Третьей Ударной Армии И в разработке операции по освобождению города принимал участие и Георгий Жуков Насколько важное значение имели Великие Луки? Так получилось, что в результате Торопинско-Холмской операции наши войска продвинулись на 250 километров Это приличное расстояние И действительно подошли к Великим Лукам А вот дальше стояла задача, этот выступ Великолугский Во-первых, ликвидировать, выровнять линию фронта И желательно бы его развить дальше, вот этот клинт, оббивать дальше В принципе, Великолугская операция, как, может быть, нам сейчас странно не покажется Но своей максимальной целью ставила вступление в Прибалтику И Белоруссия Да, и Белоруссия То есть вот Третья и Четвертая Ударная Армии Которые, так сказать, расходились в разные стороны Третья Ударная Армия должна была, значит, двигаться по направлению Великие Луки, Невели и Прибалтику А Белоруссия должна сворачивать Четвертая Ударная Армия Вот, но когда начались... Вот почему еще к ноябрю действительно не было серьезных военных действий Шла подготовка, накопление силы, ведь Великолугской операции Так получается, что превосходство в живой силе, в технике У Красной Армии было в пять раз на этом участке фронта Наконец, вот к осени 1942 года создалась обстановка, то есть когда можно вот этот удар кулаком устроить Но проблема еще была в местности Мы не должны сбрасывать это со счетов, потому что местность очень тяжелая В районе Великих Лук много рек, речушек И лет там, просто там, озер Но двигаться техники невозможно Поэтому ждали, в принципе, наступление зимы По плану, который, кстати, вот и предлагал и Георгий Константинович Жуков Он предлагал двумя ударами с северо-востока и с юго-востока Ударить по Великим Лукам, окружить группировку, которая там находится И ликвидировать вот этот котел Ну, так получалось, что вот здесь, на этом направлении, там три котлана было За начало войны Демянский котел, потом вот Холмский котел А теперь вот Великолугский котел необходимо было устроить Вот, и, наконец, действительно, 24 ноября началась эта операция Причем Жуков прибыл на Калининский фронт 19 ноября А в это время начиналась знаменитая операция «Уран» Начало Сталинградской битвы Вот, и он поставил еще одну задачу Не только вот этот клин вбить, но и оттянуть на себя Силы, которые могли быть переброшены на тот участок фронта под Сталинград То есть значение операции было велико достаточно Велико, да, потому что здесь вот не только этот клин Но вторая, вторая цель была – оттянуть на себя силы И в конечном итоге, забегая вперед, здесь дивизия на себя оттянули войска Кровопролитные бои были за Великие Луки, Анатолий Васильевич Особенно, да, долго немцы держались за цитадель, да, Великолугскую крепость Ну, там группировка немцев была разделена, как я понимаю Одна укрылась на железнодорожном вокзале, да, вот эта часть, а другая Ну, их несколько было в разных частях города Да В разных частях Ну, это в середине декабря они были разделены уже Когда войска Третьей Ударной Армии сумели окружить город То командование группы Армий Центр пыталось организовать, ну, деблокировать, короче, эту группировку в Великих Луках И 10 декабря был нанесен удар в сторону как раз Великих Луг И, в общем-то, до этого котла Великолугского от линии фронта было 25 километров И удалось немцам пробить, они буквально, вот как иногда читаешь воспоминания, прогрызали оборону По 400 метров в день Представляете, какие потери там были Вот, и поэтому в конечном итоге где-то к середине декабря им удалось, ну, достичь Пробить брешь вот такую в нашей обороне длиной до 10 километров шириной до 3 Но дальше продвинуться не смогли До Великих Луг оставалось там где-то километров 10 А потом в конечном итоге одна танковая группа сумела пробиться Как вспоминал и Гарецкий, командующий 3-й ударной армии Сумела пробиться в осажденные Великие Луки Но пытались пробиться 20 танков А дошло только 9 Остальные были подбиты Но существенной роли они в обороне все-таки и в прорыве, и деблокации Великих Луг не сыграли Но, тем не менее, вот такой факт был А потом уже, когда началось в середине декабря наступление непосредственно уличной бои в самих Великих Луках То вообще там, когда смотришь просто статистику, даты, то поражаешься Ведь бои в городе шли, ну вот считайте, середина декабря до середины января Ну, 35 дней считается бои за Великие Луки Вот город Великие Луки, он же небольшой Да А представляете, бои там шли как в Сталинграде За каждую улицу, за каждый дом, за каждый квадратный метр Потому что город был превращен в мощный удел обороны То есть оправданно Великие Луки называют малым Сталинградом? По-любому оправданно, да, потому что это как раз и те же сроки проведения И, ну, в принципе, тот же принцип, окружена там была 6-я армия Павлеса Здесь гарнизон фон Засом, который был командиром 277-го полка Ну и настолько активно сражались, что город практически был стерт с лицозем Стерт, абсолютно Дело в том, что там был внешний еще линия обвода Там все населенные пункты вокруг Великих Лук были превращены в узлы обороны Ну, как раз сказывали старшилы, что после освобождения там две коробки Два дома только стояли, а что ж руины, руины Ну, 17 января 1943 года город был взят И как освобождение Великих Лук сказалось на обстановке на фронтах? Ну, когда Великие Луки были окончательно взяты И был пленен начальник гарнизона фон Зас То действительно, с одной стороны, это было хорошо, потому что Клин все-таки удалось Этот сохранить, вбитый между двумя группировками Плюс ко всему мы говорили о том, что 10 дивизий на себе завязали Части 3-й ударной армии И туда, под Великие Луки, действительно пыталось немецкое командование вернуть его И выровнять линию фронта Для того, чтобы вот этого действительно языка не было Этого Клина Ну, и не только вот в момент Великой Лук с кооперацией были стянуты войска Но и потом приходилось держать на этом направлении определенное количество войск Для того, чтобы не дать развить дальше наступление Потому что, в противном случае, Красная Армия могла бы зайти далеко Уже в 43-м Ну, вот, кстати, когда город был окружен Предлагали ли наши войска сдаться гарнизону? Неоднократно Почему не сдались? Фон Зас такой был упертый, что ли? Не жалел своих солдат? Ну, это тоже не только исключительно Вспомним, Сталинград тоже самое предлагалось Кстати, Гитлер тоже предлагал фон Засу не сдаваться И обещал даже город Великие Луки переименовать в Зассенбург Если его город удержишь Ну, как известно, город удержать все-таки не удалось Чистолюбие, да? Такого ведь примеров в истории войны очень много Когда предлагали сдаться, причем неоднократно Ну, как говорится, если враг не сдается, его уничтожают Ну, кстати, город стал местом гибели фон Заса в 46-м году? Ну, он был казнен, да Именно в городе Великие Луки? Да, в городе Великие Луки Он был повешен После войны, ну, дело в том, что когда он был начальником гарнизона фактически И при его непосредственном участии город был стер с лица земли Ведь еще учитывалось то, что местное население страдало от него То есть еще до начала окружения фактически И местные жители и расстреливались Он лично принимал участие в казнях То есть это было решение советского командования Да, он шел как военный преступник Слушайте, а очень важный вопрос Все же по чьей вине были разрушены Великие Луки? Это исключительно заслуга, в кавычках, немцев? Ну, если бы не пришли немцы, город бы не был разрушен Это понятно Но все-таки это артиллерия с обеих сторон С обеих сторон И нужно еще бы такие свидетельства тоже Что в конце декабря, вот когда уже действительно завязались серьезные уличные бои Остались два маленьких узла сопротивления в Великих Луках И, в основном, крепость снабжалась только по воздуху И продовольствием, боеприпасами То нужно сказать, что до 300 самолетов в день над городом И немецких, и наших было Вот можете... Все бомбили И бомбили, и воздушные бои завязывались, и все Понимаете, вот... То есть, если не выкурить врага оттуда Вот он не выкуривался никак И действительно, и наша артиллерия работала Дело в том, что когда начался штурм Великих Лук Ведь артподготовка была Конечно, наша артиллерия била по этим очагам сопротивления И еще нужно такой вот момент тоже упомянуть Все-таки это тоже важно Перед штурмом Великих Лук Во многих частях Вот в той уже упомянутой 257-й дивизии Штурмовые группы тренировались Преодолевать препятствия Строились такие вот тренировочные городки фактически Для того, чтобы было меньше потерь И это помогло взять цитадель, да? Крепость самая? Ну, а цитадель, она была... Представьте, вот если угол склона 50-70 градусов И он облит водой Зима А как взяли тогда? Хитрость? Ну, взяли с восточной стороны Небольшой отряд, проник, а потом уже основные силы Взяли крепость Крепость, она ведь небольшая Там 300 на 250 метров где-то Там было несколько зданий Там была церковь, там была тюрьма Там были жилые дома И все подвалы были привлечены в бункеры А все вот эти два вала, которые окружали крепость Это были сплошные огневые точки В общем-то, подойти действительно было очень сложно Там есть ведь еще один такой момент Не очень хороший Ну, как, памятник стоит в крепости сейчас Восьмому эстонскому корпусу Который освобождал Который освобождал в том числе Великие Луки В том числе, но есть тоже сведения Такие, это и с немецкой стороны сведения И в нашей литературе есть Что полторы тысячи бойцов этого корпуса Перешли к немцам Попали либо в клен, либо перебежчиками были Вот это такая страница не очень, так сказать Но она не умаляет, конечно, мужество тех Кто остался на стороне Красной Армии И действительно освободил Великие Луки И великолучане всегда с благодарностью вспоминают Своих освободителей Ну, а надо сказать, что все-таки вот из этой цитадели Из Великих Лук Небольшой-то отряд все-таки пробился К немцам, ну, там, до своих частей Им оставалось 3-5 километров Но весь гарнизон фактически вместе с фон Засом Был, так сказать, попал в плен Есть много воспоминаний о том, как брали город наши войска А есть и стихотворения Великолугский поэт Бондарь так написал о своем городе Груды щебня, язвы рытвин, хмурый взор пробитых окон Это поле-поле битвы, небывалый и жестокий Картина правильно нарисована Город действительно там стерт с лица земли Насколько великие потери были с обеих сторон? Опять же, эта цифра, я бы не сказала, что она, наверное, будет точной Порядка 7 тысяч мирных жителей Великих Лук погибло Дальше, если говорить о наших потерях, порядка 30 тысяч И около 17 тысяч это и потери с немецкой стороны Я пленных не считаю, это безвознанные потери, это убитые И, ну вот, 17 тысяч это и те, кто погиб в Великих Луках Там же и голод начался, там всех коней съели в немецком гарнизоне Мы рассказали о том, как освобождались Великие Луки И теперь наши войска Наступали на Невель Ну, опять же, после некоторой паузы, да, Анатолий Васильевич? Не сразу получилось Не сразу, не сразу Потому что Невель тоже относился к числу очень укрепленных Таких населенных пунктов Тем более Но это дорога на Белоруссию, да, я так понимаю? Да Да И дело в том, что Невель ведь представлял из себя Узел шоссейных и железных дорог Это стратегическое значение очень важно было И противник это понимал, поэтому Невель тоже очень сильно укрепил Поэтому началось наступление только осенью 1943 года Какие силы противника были сосредоточены здесь? В Невеле Там находилось до пяти дивизий противника И, в общем-то, сюда готовы были к переброске еще дивизий Потому что, действительно, вот помните, опять же возвращаясь к предыдущим ударам Великие Луки, Невеля, Прибалтика Вот И плюс ко всему начинаются операции Против левого фланга группы Армий Центр Который находился в Белоруссии И, в общем-то, если бы успех был значительным на этом участке То весь левый фланг группы Армий Центр Явно оказался бы под угрозой уничтожения И эта операция, которая была действительно разработана как вспомогательная Оказалась самой короткой операцией Великой Отечественной войны Вот это уникальное, да? Это уникальное явление Ну, в общем-то, иногда считают, что она длилась там один день Ну, она длилась четыре дня Вот с шестого по одиннадцатого Ну, вошли за один день Да, вошли А потом пришлось, да, потому что можно было потерять то, что отбили сходу сразу Кстати, знаете, что немцы писали? Когда пятнадцать часов в город прибыл офицер связи Пишет вот один очевидец немецкий И доложил начальнику гарнизона, что русские танки подходят к городу Тот оборвал его и заявил Вы, голубчик, очевидно, сегодня крепко выпили Пойдите вначале протрезвитесь, а потом уже доложите обстановку на фронте То есть не верили немцы, что такое возможно вообще? Естественно Там при взятии Невеля оказались абсолютно целыми Нетронутыми все продовольственные склады, которые там были Они не сумели их вообще эвакуировать Стояли под парами эшелоны на станции Невель Вот, поэтому действительно немецкая команда не ожидала такого быстрого развития событий Потому что, ну, сами понимаете, с января фактически и так наши войска стоят под Невелем Ну, стояли себе и стояли Вот, а тут вдруг вот такой вот удар Как разведка верных-то плохо сработала? Ну, может быть, может быть, не ожидали такой мощи и такого натиска и напора Там столько потерь, ну, и потом из-за удержания Невеля Вот мы говорим, Невельская операция закончилась 11-го числа А там еще бои шли по удержанию вот этого плацдарма в районе Невеля Бои шли и 15-го Немцы пытались отбить кого-то И 16-го октября там просто и в ноябре пытались взять они вернуть Невель Фактически до конца 43-го года в окрестностях Невеля шли бои Пока уже дальше не изменилась обстановка на фронте слева и справа, будем говорить На территории, на зоне действия группы армий «Север» и «Центр» Там уже менялась обстановка общая В другом масштабе немножко А из-за чего вот такая скоростичная все-таки операция была? Ведь глубоко эшелонированная оборона, как пишут, да, по воспоминаниям Это что, мужество и героизм наших защитников? А может, уже научились Может быть, уже научились Научились прорывать, потому что опыт, конечно, Великих Лук не прошел даром Вот, и поэтому тоже ударные штурмовые группы Именно на них возлагалась основная задача, а потом уже подход основных частей Какие части особенно отличились при взятии Невеля? Ну, третья ударная армия, которая освобождала и Великие Луки Там же какую-то дивизию назвали Невельской? А 12 было дивизий, названные Невельскими Причем, вот заметьте, до этого Невеликие Луки, до Куни Ни одной воинской части не названо было Это первый город в честь которого Это фактически первый город на территории Псковщины Который действительно назвали, дали почетные номинования Потом-то будут там, будут эти Дновские, Идринские, Новосокольнические, Псковские, Островские Такое значение, да, все-таки Невели мил Ну, и уже с этого времени пошла практика вот такая Ну, как писала Красная Звезда, в честь освобождения Невеля в Москве был дан салют 12 залпов из 124 орудий Действительно? Именно из-за Невеля Ну, дело в том, что салюты начинают фактически с Белгорода и Орла А вот с Курской битвы салюты звучат в Москве в честь освобождения городов Но это, получается, первый салют в честь освобождения города на территории Псковской области Псковщины Потом их много будет, этих салютов Да, каждый крупный населенный центр нашей области будет ознаменоваться его освобождение салютами в Москве Ну, и вот, как оценивали Невельскую операцию разные люди, разные участники событий Книге «Годы возмездия» маршал Советского Союза Андрей Еременко дал Невельской операции такую оценку Невельская операция была весьма сложной в оперативном отношении Она развернулась на фронте в 40 километров, на глубину 40-45 километров Это был серьезный успех Ну, немецкие оценки отличались, наверное, несколько Можно сказать только одно, что немецкий генерал Тепельскирх отметил, что в результате этой операции Дорога Дно-Витебс, которая связывала армии центра и армии севера, была перерезана Невель как раз и находился на стыке группы армии севера и центра Образовался разрыв в 20 километров, и он говорил, что вот эта брешь превратилась в кровоточащую рану на стыке обеих групп армии Ну, все правильно, это все было в общей сложности до, ну, лета 44-го И вот это, может быть, в какой-то мере потом способствовало успеху операции Багратион Потому что советские войска получили возможность в Белоруссии наступать в почту освобождения А там были партизанские отряды крупные, правильно? Действовали не только отряды, но и бригады Ну, что ж, вот такой городок Невель Но, тем не менее, после его освобождения всю территорию области освободить от оккупантов удалось лишь через 10 месяцев Но об этом мы поговорим в следующий раз А сегодня с нами были старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Сафронова И кандидат исторических наук профессор Анатолий Филимонова Благодарим их за интересный рассказ Наша война Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok